Невская сельская библиотека в целях противодействия терроризму и религиозному экстремизму предлагает онлайн-мероприятие «Действия при угрозе террористического акта». Терроризм – это война без правил и моральных устоев. Без поддержки общества, патриотично настроенных граждан, бороться с этим злом крайне сложно. В определенном смысле слова это дело всех и каждого. Сотрудники правоохранительных органов призывают всех граждан быть бдительными, обязательно сообщайте в полицию о подозрительных личностях или предметах, которые вы обнаружили в людных местах. Возможно, именно ваша внимательность поможет предотвратить трагедию. Признаки, свидетельствующие о том, что обнаруженный предмет может быть взрывоопасным. Это наличие неизвестного свертка или какого-либо предмета в машине, на лестнице, в квартире и т.д. Натянутая проволока, шнур, провода, источник питания, свисающий из-под машины. Чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у дверей квартиры, в подъезде. Шумы из обнаруженного подозрительного предмета. Это характерный звук, присущий часовым механизмам, низкочастотные шумы. Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывчатых устройств используются обычные бытовые предметы. Сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. Если информация о начале эвакуации застала вас дома, оденьтесь по погоде. Возьмите документы, деньги, ценности, лекарства, немного еды. Отключите электричество, газ, воду, погасите огонь. Окажите помощь в эвакуации пожилым и тяжелобольным людям. Отойдите от здания и выполняйте команды эвакуатора. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. Если вы оказались в зоне взрыва и остаетесь в сознании и в состоянии двигаться, то в первую очередь должны идти или ползти туда, где нет дыма и огня. Если вы не пострадали при взрыве, а рядом имеются пострадавшие, оцените их состояние. Есть ли пульс, находится ли человек в сознании? Ни в коем случае не пытайтесь привести его в чувство с помощью нашатыря. Уложите его на бок. Если вы находитесь под обломками здания, постарайтесь не падать духом. Успокойтесь, дышите глубоко и ровно. Настройтесь на то, что спасатели вас спасут. Голосом и стуком привлекайте внимание людей. Если вы находитесь глубоко под обломками здания, перемещайте влево-вправо любой металлический предмет, кольцо, ключи и тому подобное для обнаружения вас эхопеленгатором. Если пространство около вас относительно свободное, не зажигайте зажигалки, берегите кислород. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызывать нового овала. Ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи. Если у вас есть возможность, с помощью подручных предметов укрепите потолок от обрушения и ждите помощи. При сильной жажде положите в рот небольшой камешек и сосите его дыша носом. Ни один человек не может предположить, что однажды его захватят заложники. К сожалению, от этого не застрахован никто. Именно поэтому так важно знать, что делать и как вести себя в подобной ситуации. Если вы оказались в заложниках, подготовьтесь физически, морально, эмоционально к возможному суровому испытанию. При этом помните, что большинство случаев захвата людей заложники оставались в живых. Будьте уверены, что правоохранительные органы уже принимают профессиональные меры для вашего освобождения. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега. Запомните как можно больше информации о террористах. По различным признакам постарайтесь определить место своего нахождения. По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих похитителей. В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом в лист, сложив руки на затылке. Взаимоотношения с похитителями не оказывайте агрессивного сопротивления, не делайте резких и угрожающих движений, не провоцируйте террористов на необдуманные действия. По возможности избегайте прямого зрительного контакта с похитителями. С самого начала выполняйте все приказы и распоряжения похитителей. Ведите себя спокойно, сохраняйте при этом чувство собственного достоинства. Не высказывайте категорических отказов. При наличии у вас проблем со здоровьем, которые в данной ситуации сильного стрессового состояния могут проявиться, заявите об этом в спокойной форме захвативших вас людям. После освобождения не спешите сразу уйти домой. Сначала надо связаться с сотрудниками специальных служб и врачами. Врачи помогут вам выйти из шока и если нужно, по их совету вы получите необходимое лечение. Помните, после того, как вас спасли, вам необходима медицинская помощь. Захват заложников может произойти абсолютно в любом месте – в банке, крупном торговом центре, в самолете или автобусе. К сожалению, никто не застрахован от такой непредвиденной ситуации. Будьте бдительны и берегите себя и близких. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!